Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим сразу на два фитнес-браслета. Я бы сказал, на самые популярные фитнес-браслеты, которые сейчас вы только можете приобрести. Плюс огромное количество скидок, а это значит, можно и купить по привлекательной цене. Все ссылки будут в описании первой строкой, а также прикрепленный комментарий. Обязательно чекни, они тебя реально удивят. Давайте вместе разбираться, как там все работает. В этом видео мы с вами посмотрим сразу на два браслета. Это Huawei Band 6 и Xiaomi Mi Smart Band 6. Каждый из них имеет ряд своих определенных особенностей. Давайте будем разбираться. Первым, конечно же, мы рассмотрим Xiaomi Mi Smart Band 6. Это достаточно компактное, легкое устройство, которое вы будете фактически не замечать на запястье. Однако в столовой части у него есть датчик сердцебиения, а также датчик, который измеряет количество кислорода в крови. Для зарядки используется соответствующий проприетарный кабель. Он идет в комплекте с магнитной зарядочкой, то есть достаточно крепко держится. В этом плане заряжать реально удобно. Дисплей в шестой версии стал от края до края, а диагональ составила 1,56 дюйма. При этом это AMOLED-экран с плотностью бикселей 326 ppi, что сопоставимо с экранами смартфона. И вообще дисплей здесь, конечно, один из самых крутых вообще, что есть среди подобного типа гаджетов. Ну и, конечно, по функционалу. Здесь 30 режимов упражнений, автоматическое определение, причем 6 режимов тренировок. Мониторинг частоты сердечных сокращений, ну, соответственно, мы с вами уже видели датчики, что вполне себе неплохо. А также водонепроницаемость на глубине до 50 метров, реально длительное время автономной работы до 14 дней. Выбор циферблатов здесь тоже крайне богатый, так что сможете подобрать именно тот, который подходит наилучшим образом вам. Ну и 56% увеличенный размер экрана по сравнению с предыдущим поколением говорит нам о многом. Это действительно стало больше походить на историю на умные часы, потому как большой экран, большие стрелки. С ученым вертикального расположения очень удобно читать все уведомления, особенно если это сообщение. Ну и, конечно, можете спокойно замерять, запускать и использовать данное устройство по полной программе. И при этом время автономной работы все равно будет находиться на очень и очень высоком уровне, как я и сказал. Не зря данное устройство является одним из самых популярных на данный момент среди вообще всех браслетов, продающихся на рынке. Мобильное приложение позволяет агрегировать абсолютно все данные и, конечно же, получать дополнительные советы. Потому что лучше сделать для того, чтобы улучшить свое состояние. Возможно, вы будете прислушиваться. И это позволит вам немного проапгрейдиться с точки зрения повседневной жизни и, самое главное, качества вашей жизни. Ну и, в принципе, интересно посмотреть на анализ абсолютно всех данных, включая сон. Кстати говоря, спать в них очень комфортно. Фактически ты даже не ощущаешь, что у тебя что-то одето на руке. Тренировки и вот эти все моменты здесь тоже, естественно, доступны внутри мобильного приложения. Поэтому вы можете их аналогично отслеживать, соревноваться с друзьями и настраивать, конечно, сам фитнес-браслет. Здесь можно выбрать тот циферблат, который будет использоваться, закачать туда новый циферблат и, в принципе, провести абсолютно всю первичную настройку. Что будет с точки зрения мониторинга использоваться, какие давления будут прилетать, какие не будут прилетать и так далее. Таким образом, максимально детально настраивайте под себя и наслаждайтесь итоговым результатом. Вторым гаджетом у нас будет Huawei Band 6. Здесь у нас 18 грамм веса, немножко более массивный с точки зрения размера дисплея. Это 1,47 дюйма. И здесь у нас AMOLED-экран. Естественно, он у нас является сенсорным. Ну и из основного, наверное, стоит выделить то, что здесь водостойкость 5 атмосфер. Соответственно, до 50 метров по стандарту ISO 22810-2010 можно опускаться, без каких-то не было проблем. То есть, плаваете в бассейне или в океане, никакой разницы. Можешь спокойно погружаться даже на глубину. Оптический датчик пульса, а также измерение кислорода в крови у нас здесь доступно. Кроме этого, внутри еще и нашлось место для датчика акселерометра, а также гироскопа. 14 дней от одного заряда аналогичное устройство живет. Ну и сбоку есть кнопка физическая для вызова меню. На руке устройство смотрится отлично. Таким образом, мы можем его использовать повсеместно, без каких бы то ни было проблем. Причем читабельность абсолютно всего тоже будет на крайне высоком уровне. Шриты, в принципе, большие и легко читаемые. Ну а темная основа будет в этом плане хорошим подспорьем. В плане тренировок у нас доступно целых 96 различных режимов. Но тут режимы и под режимы так будет точнее. Личный тренер на базе алгоритма TrueSport. Ну, естественно, только при сопряжении со смартфонами Huawei на базе Emotion UI. Это такой важный момент. У всех остальных это будет более такой классический вариант фитнес-трекера. Кроме уведомлений, можно видеть входящие вызовы. Это, кстати говоря, и касается еще и браслета от Xiaomi. И там такой функционал тоже доступен. Управление музыкой, съемка со смартфона. Все это здесь доступно. Управление, понятно, интуитивное. Есть большое количество информационных данных на самом дисплее. Ну и еще больше их, естественно, будет в мобильном приложении. В мобильном приложении здесь Huawei здоровье. Которое существует много лет и достаточно активно в последнее время развивается. За счет таких апдейтов мы получаем действительно качественную историю. Которая может агрегировать не только все данные, вроде количества шагов, которые мы прошли. Сколько мы спали. И давать рекомендации о том, какие моменты лучше всего проконтролировать. И в итоге, возможно, скорректировать. Ну и, конечно, плюс дополнительно даст полную настройку по самому фитнес-браслету. Здесь мы тоже можем настраивать абсолютно все вещи. От мониторинга того, что будет мониториться, до уведомлений, которые будут к нам прилетать. То есть, например, если вы не хотите, чтобы вам прилетали уведомления из социальных сетей или о входящем звонке, это можно отключить в настройках. И у Huawei доступно какое-то бесконечное количество циферблатов. Их здесь действительно безумно много, больше сотни. Выберите точно то, что придется вам по душе. С учетом вытянутого дисплея, опять-таки, уведомления читать одно удовольствие. Вы хорошо будете видеть как входящие сообщения, так и уведомления. И вот это все. В плане ежедневной эксплуатации носки на руке, они легкие, удобные, компактные. И здесь, скорее всего, даже нет паритета, что лучше. Каждый из браслетов дает определенно свой экспириенс. А вы уже будете выбирать как по внешнему виду, так и по определенным особенностям, которые есть у одного браслета и у другого. В целом я их все обозначил. Поэтому давайте переходить к итогам. По итогам, какой бы браслет вы не выбрали, в любом случае получите максимум. Тут, наверное, больше даже история про дизайн. А технологии, возможности, они крайне схожи и позволяют вам получить тем максимум за каждый вложенный в них рубль. Какой нравится вам, пишите обязательно об этом в комментариях. Конечно же, чекайте актуальную цену, тоже по ссылкам в описании в определенном комментарии будет. Большие пальцы вверх ставьте на канал, подписывайтесь, внизу есть красная кнопка, она должна стать серой. Нажимайте на колокольчик, сразу два. Раз, два. И все будет работать. И несколько дополнительных роликов сейчас перед вами. Обязательно кликни на большой палец вверх и подпишись на канал, коммент, напиши. Это сильно помогает по повышению видео и канала в целом. Тебе не сложно, а для нас это очень важно. Заранее тебе большое спасибо.